Все, стоп, стар сделал для того, чтобы не нужно ее все обрубить. Поехали! Так, АЛС и ВЕСКО против ФАНИ. Я стараюсь наших отстримить, постараться всех. 47.87, спасибо, что в записи смотришь. Скачивание не доступно с Гудгейма и не будет доступно, это не от меня зависит, это политика сайта, там, майкера и так далее. Но очень много записей сейчас на ютубе появилось, поэтому смотри на ютубе и скачивай, то есть я все выкладываю на группу, подпишись ВКонтакте. Ну что, ФАНИ против ВЕСКО играет. Здесь у нас ПРОЦ через гейт начинает на второй базе. Здесь у нас ХАТА ПУЛ, соответственно, на второй скорости пока смотрю. Буду все начинать со второй скорости. Почему? Потому что нужно много отстримить демок сегодня. Желательно побыстрее стартовать. Ну, минутки до трети, я думаю, имеет смысл. Так, ПАРЖа пошла, стеночка очень странная такая получается. Ну, посмотрим, что далее будет. Проход вот здесь, если проходить, то тут вообще непонятно. Около ПАРЖа там прохода, наверное, нету. Добавляет лингов в ПАНИ, кстати, они без МУА вообще. Строится еще ОВЕР. Да, ПАТОНОЧКА пошла, но стенка, ну, очень странная на самом деле. Я не уверен, что здесь ДРАГУНЫ между ПИЛОНом и ГИТОМ будут проходить. Точнее, мне кажется, что они не будут проходить здесь. Ну, а здесь прохода, судя по всему, нету, хотя выглядит как будто жирно здесь проход. Ну, и ПРОЦ НЕКСУС, насколько я понимаю, собирает запилить. Здесь третья ХАТА пошла уже. Линги, зелка здесь тоже, зелок пойман. Забегают, ПРОЦ, со своим зелком и даже ни одной собаки не убил. Это был ПЛ безусловный. Выдвигаются сразу еще три зелка куда-то, они выдвигаются. А, ну, зерку сюда, ко второй базе. Через третью, кстати, зелки собираются пройти. Лингами зерк спалил, что зелки двигаются. ПРОЦ, у него получилось сныкаться, кстати говоря. Нужно дозаказывать лингов еще. Ну, лингов как-то поздно заказывают. В итоге здесь дрона только строится. Три зелка могут сейчас проблем здесь создать. Да, смотри, зелки тут лингов наубивали. Они, может, остальные покажи. Вот, нужно сменить санку. Зелками проходят просто наверх. Сначала контролю нормально, потом так себе начал контролить. И, конечно, зерк отбивается здесь. Кибернетка. Нексус второй сейчас будет готов. Здесь у нас третья хата немножечко добавляется. Линги новые строятся. Макро-хата пошла. И еще одна макро-хата на третьей базе пошла. Так, ну что, эволюшн пошел от страны. Эволюшн почему? А, ну, гидроден еще пока и не может, в принципе, запилить, потому что у него и газа-то не добывается. Потоночка сделает здесь зелки. Новые и новые строятся. Таргейт. Тадель аддон. То есть, мудзилкам сейчас будет запилено. Иногда буду вторую скорость срубать. Когда затишье просто происходит. Зелок подходит. Стройка реплея. Тут очень много нужно отстримить. И я хочу сегодня сделать очень много отстримить. Почему? Потому что потом времени у меня особо не будет. Чехвёртую, пятую неделю. В следующие дни будет очень много фамилиров. Зелок дронами, но стоит на третьей базе. Ну, разведал, увидел третью дронами. Ну, здесь порка, кстати говоря, от корсаров. Плёточки, саночки нету почему-то. Чар, не чар, точнее, мудзилкам делается. Корсар один. Все, ну, как-то... Уроду, что зеркнет медленновато развивается. Мне такое ощущение складывается. Начинает гидра выходить. Кстати, гранжовый играет на гидру. Атака делает. Здесь мух гидрит. Раскачивается третья база понемногу. Рабочих 36 дронов на 44 пробки. Зелков все больше и больше. Ну, гидры тоже много уже становятся. Ну, можно в коем-нибудь одном направлении с зелками попытаться проатаковать. Хотя я сомневаюсь, что уже в каком-либо можно атаковать. Здесь у нас пошли штормовички. Фатонки добавляются. Понимают, что на него сейчас может прессинг идти. Кстати, зелки оббегают гидру. Сейчас интересно. Сейчас интересный момент может получиться. Зерк прессует протца. Причем у протца тут особо нечем-то отбиваться. А в это время протца с зелками придет наверх. И будет очень опасная ситуация для зерга. Здесь два все штормяка вышли. Но они только вышли, во-первых. Во-вторых, еще шторм не готов. И зерк сейчас очень жестко проатаковать может. Так, здесь рейндж гидрей еще не готов. Но это очень нехорошо на самом деле. Зелки пришли, но очень не в тему зергу. На третью зерк поломился. Здесь зелки отдаются. Плюс 5 потонок еще здесь есть. Странно, что гидры здесь не так уж много. Часть уже отдалась, видимо. Шторм все еще не готов. Но очень скоро будет готов. Пока штормяков лучше не отдать. Пробочки пошли отбиваться. Потонки все новое-новое добавляются. Есть два дарка. А у версира нету здесь. Просто-напросто. Гидра дэн минус. Здесь зелки просто разваливают. Все нафрен. Гидра выходит. Гидра разваливается. Дарки разваливают здесь гидру. Похоже на 1-0, что ли, в пользу прессии. Протса очень здесь для зерка, конечно, нехорошая ситуация складывается. Зерк остался вот без третьей базы. 2 в 2 с Протсом без технологии абсолютно. Только гидролинк, только-только-только лэйр делается сейчас. Но то, что овера зерк не подвел к самопрейтингу, это очень большая ошибка. Овера всегда нужно подводить. А сейчас уже и шторм есть. Поэтому, я думаю, что здесь Бротс отобьется достаточно легко. Так, зелки здесь все просто расковыряли. И уже уходят куда-то. Они, может, даже на вторую базу побегут. Так, шторм пошел. Первый, как шторм, кривовато. Второй неплохо заходит. Дарко все еще нечему обнаружить. Те овера это вообще просто отдача от бани идет жестко. Овера не дождался. А зачем он летел-то? А зачем его вообще ждал? Я не понимаю. Опа! Зелки приходят. Дарки, зелки. Просто гидру громит. ГГ вообще просто. Не буду говорить это слово, но жестко с верком обошелся Бротс. Поехали, вторая игра. Поехали. Ну что, вторая игра. Ставлю скорость более быструю. Айл Севеско против Фани играет. Фани это наш игрок. Он, кстати, частенько у нас здесь сидит. Сейчас пока нет. Ну что, здесь начало, кстати говоря, пулгаз. Добавляются линги. Ну сейчас немного в Старкрафт прям вообще народа играет. Уровень на данный момент, наверное, лучший, кто играет. Но это не самые лучшие, наверное, игроки из всех. Но много всяких ситуаций бывало. Много всяких ситуаций. Так что то, что на Дарков там напал, это фигня. Не всегда так, правда, происходило. Три фотонки здесь просто ставят. Боится здесь врыва. Блочит все здесь пробками. Гейт нужно тоже блочить с этой стороны, пробку поставить. И Зерк ставит хатку, но рабочих просто нужно оставлять, чтобы просто не ворваться было. Потому что даже три фотонки не очень-то сдержат эту всю хрень. Здесь вот пробка криво стоит. Надо ближе ее сюда подвести. Но здесь Гейт, кстати говоря, может быть и в фатону даже к краю карты ставит. Зерк решил храмы пробивать. Но сами вы знаете, что пробивать храмы... Кстати, Линк через минералы храм убьет. Офигеть. Как он там доставит? Сами не понимаешь. Здесь их очень прям много. И ты запаришься их пробивать. Вот на второй скорости все пробивается. Я пока что скорость быстрее не делаю. Потому что мув. Вы поняли. Так, здесь Линк настигает пробку. Мув, насколько я понимаю... Нет, мува нету Лингом, кстати, сейчас. А, здесь спайр вообще пошел. Просто приходит. Спайр спалил. Понимает, что мув Зерк в итоге отменил. Здесь у нас фатоночка в рабочих кивернетка ставится. Нексус здесь ставится. Фатонки есть. Две фатонки в рабах в итоге выходят. Ну, Лингами плюс муталисками можно ворваться. Здесь пробку палит, что храм пробивается. Так, газ на второй базе сейчас начнет добываться. Но у Зерга ресурсов только на три муталиска есть. Все, как бы больше ресурсов нет. Сейчас вот на четыре будет. Четыре муталиска здесь не то, чтобы абсолютно бесполезно, но они ничего особого не сделают. Линги забегают. Вот они как были без мумы, так и здесь. Старгейт у нас добавляется. Здесь три фатонки есть. Одну, две в рабочих нужно запилить. Деньги доставок. Сегодня СК-2. Там Тинка отборочный от Бэйстрейд Севи, корейский. Но я их не буду стримить, потому что у них там пригорало, как бы. Плюс мы договорились с Арчером пока. Но вот вроде как они кому-то разрешили стримить, но никто не стримит. Мэджик сейчас куда-то уехал, насколько я знаю. Там путешествие свадебное или нет. Больше никто не стримит. Пока в будущем, если ничего не изменится, если они как бы не согласятся, чтобы я стримил, то тогда буду ли стримить. Опять же, потому что если никто не стримит, то стримим. Скорсировали это. Три фотонки на мэне. С лингами пытался Зерг ворваться. Ничего не получается у него. 43-43 по лимитности близко. Ну, просто 30 пробок на 19 дронов. Здесь еще фотонки добавляются. Здесь 5 на мэне. 5 просто собороняется. Просто ему нужно выдержать этот прессинг со стороны Зерга. Потом он уже будет себя хорошо чувствовать. Здесь улыновая такая тема. Здесь рабочих очень мало. Так, пилончики надо добавлять. С Корсаром плюс 1. Причем проблема Зерга в том, что сейчас, когда Корсаров станет крит масса, они с плюс 1 снесут все вообще по воздуху. Вместе со Скоржами, в том числе, если будут Скоржи, и еще и Оверы начнут погибать, если тут споров не наставить. Споров пока нет вообще. Так, опять врыв на мутки идет. Но там 3 Корсара, как вы видите. 4 фотонки здесь есть. Так, что абсолютно ничего нет. Так, Корсаров нужно отвезти. Протс очень криво контролит. Это был тупеж со стороны Протса. Ну, муталиски демажены. Здесь фотонок много до сих пор. Гиты добавляются новенькие. Пытается даже здесь что-то предпринять. Вообще, что-нибудь хотя бы. Ну, Корсаров все больше и больше скапливается, как вы видите. СК-2 Ампруф Лига еще командная вечером будет у нас сегодня. Ну, я не знаю, буду ли я. Я, наверное, сегодня отдохну вечером. Почему? Потому что в пятницу, субботу, воскресенье будут очень напряженные дни. Завтра у нас и Петра и Сворс будет в последний день заключительный. Ну, а суббота, воскресенье. Ладерные отборочные на ВЦС. Будем стараться в игру, корваться. Не знаю, получится или нет. Вроде получалось. До этого все время. Что не должно получиться сейчас? Ну, в любом случае, буду рестримить. Здесь Муталевский все-таки зерк, кстати, сбрил все потонки. Но вылетает новенький Корсар и Протс еле-еле держится. Здесь вроде как Протс выдерживает по итогу все-таки. Зелки пошли на медленной скорости сейчас к зергу. Кстати говоря, мув даже и не делается зелкам. Скоро так. Драгунов. Вынужден Протс добавлять Драгунов. Почему? Потому что как-то ведь нужно отбиваться. Потонки сейчас достроятся и будут проще Корсара. Нужно увезти, конечно. Зелками просто сюда заходить. За лингами не гоняться. И можно сейчас пару птиштормовичков запилить еще для того, чтобы слить Архончика и отбиться. Зелки все-таки идут вперед. Здесь одна пушка строится. Без атаки. Здесь одна пушка достроится. У зерка что-то прям мутки до хрена становится. Сейчас обратите внимание. Я даже не знаю, как просто отбить. Корсара вылетает новую. Но один Корсар по какому количеству муталиск абсолютно ничего сделать не может. Здесь делки пришли. Санту делки сбрели, конечно. Но у него есть ринги. Здесь уже третья хата. У Драгунов. Я чуть вообще не понял, как он сейчас продавил. Но это ошибка Протса. Это очень жесткий культёж. То есть у него четыре фотонки. У него Корсара. Он Корсара подставил, отдал. Ему просто нужно грамотно за фотонками было стоять. А пробками не давать еще рингам потом вылететь. С Корсарами нормально драться. Си-штормовиков уже тысячу лет есть архивы темпларов. Си-штормовиков не строят. Это очень большая ошибка. Здесь сделки что-то напрягают. 15 дронов у Протса. 27 пробок. Но они у нас здесь на второй базе устроили. Драгунов строить смысла нет. Здесь архончика одного на второй построить. И то уже неплохо будет на самом деле. Так. Дарк рывается. Но ему здесь не на второй нужно. Ему на мейн нужно проходить. Здесь ни одного вообще овера нет на мейне. Так. Даст Дарком аккуратен. Протс. Видит, что линги бегут. Здесь он пытается урываться на вторую же базу. Мутали с камерой с контролем. Дарк потомку отменяет легко. Сейчас второй-то штурмовик будет готов. Но где-то в правильном месте нужно слить, чтобы архончик был. Так. Дарк заходит сейчас на вторую базу. Начинает резать рабочих. Зерк пока не реагирует. Здесь кое-как что-то живет. Пытается на мейне потомки отстраивать еще Бротса. Так. Дарк здесь с лингами дерется. Дронов поминусовал еще. Дроны Дарка все-таки минус нули в итоге. Здесь Драгуны пытаются уйти. Драгуны сразу же падают. Они вообще присмутались как неэффективно. Но просто вынуждены строить вот сейчас этих юнитов. Архон криво сейчас заморфлен. Придется вот эту фотонку сбрить, чтобы пройти он здесь не пройдет. Да, просто понимает, сбривает фотонку. А можно было просто сюда все штурмячков вывести. Все, с архоном уже можно. Видишь? Сейчас новенькие Драгуны выйдут. Но нужно их отвести было, чтобы они потанковали. Так, архончик приходит. Зерк не собирается с архончиком драться, насколько я вижу. Как же тут? Нексус восстанавливает. 44.52 по лимиту. Здесь Зерк пушки восстанавливает. Третья вообще не добывается. Хотя хата тысячу лет стоит. Нужно уже добывать. Начать было бы. Так, у Талиска еще летает что-то здесь. Ну, просто рабочих до сих пор больше, чем у Зерков. Драгуны добавляют. Архончик есть. Плюс здесь Драгуны нужно аккуратнее просто действовать сейчас. Драгуны плюс Архончик здесь на мэне оставить. Что, Зерк? Будет свитч во что-нибудь с Муталисков? Нет, свитча не будет. Он чисто муку, как строился стол. Здесь коверы летят на муви, отдаются. Это ошибка, безусловно. Сейчас контроля была. Точка сбора не поменена. Залетает Муталискин на Архон. Провально залетает. Вот в кучу! Как вообще в кучу он дал! Ё-моё! Вот это Фанни ворвался. Ну, в первом Старкрафте Архон совсем с мукой не шутил. Это вам не второй Старкрафт. Тут стэки тяжелее контролились. Муталиска, Фархон выдает. Просто он сначала одну группу, да, бил, потом на другую переключился. Это было очень серьезно. Очень серьезно это было. Так, ну что, следующее. Смотрим. Девал против ЛРМ Нему. Не знаю, Девал просто наш игрок, поэтому я с ним, Дэнки, стараюсь посмотреть. Здесь Зер. В��. Девал же. Девал. Сность. Да. Так, здесь хата, все стандартно. Пилон через гейт на второй базе, Девалт открывается, Зилок сейчас побежит. Так, шесть слингов запилено сейчас. Гробка ныкается вместе с Зилком, кстати, хорошо Гробка Зилку помогала поначалу с лингами разобраться, Так, ну все-таки минус Зилок, один Зилок на второй базе дерется уже скорость, нужно снизить немножечко. Ну на второй вообще ничего не убил пока. Гомо-кода у меня нет, на этой бета нужно регистрироваться через кнопку черненькую в описании канала. Просто на СК-2ТВ реферальная ссылка есть, ну которая, собственно, как кнопка такая же. Обрати внимание в описании канала просто. Так, ну что, поехали пробки на вторую базу, какие были стратегии, есть различные какие, их очень много. Так, но протосы очень редко играли против зерга не через Нексус 2, очень редко у меня было там пару билдов с мейна с выходом Зилки плюс один там, но нормальные зерги их контрели как бы уже, если только на неожиданность удивить как бы можно было кого-либо, но в основном вот так вот стандартно через Нексус 2, через Паржук, Нексус Паржа. Так, здесь Киберночка готова, опять скорость увеличиваю, потому что ничего не происходит. Будем смотреть вот так вот всё сегодня. Здорово, Паш! Здесь у нас Санночка на третьей базе добавляется с зергом. Сделки приходят, 3-4-5 сюда. Ну Санка сейчас будет готова, но с делками особо ничего не сделаешь. Дрона крючка зерг по контролю отвёл, сделки уже уходят, один зилок на вторую пришёл, делается так, нет, плюс один на воздух, ага, и робо, корсары с робо, то есть это корсары риверы возможно будут у нас, сейчас посмотрим, но сначала корсары полетают с риверами Папарайси, а потом переход либо в Гиббик будет, либо уже Флитбикон и Корсаром поле вот это будет делать, сыграть на поле, с которым закройт. Зилок очень жестко купит, но всё-таки дрона подрезает, на то гидвал. здесь ещё зилки убегают, четыре штуки между прочим, но уже гидра пошла, это отдача зилков сейчас пойдёт. Попытка впускнуть гидролиска, она будет неудачной, естественно, зилками попытаться уйти отсюда, пытается просто что-то сделать. Так, Корсаровера подрезает, но гидра идёт, кстати говоря, она с мувом уже, она с мувом и делается рейндж, попытка продавить протасу, плюс две фотонки добавляет сейчас Дивал и ривер делается, то есть если зилк будет лезть на риверка, ему ловить нечего, будет скорее всего, но Корсаров отдавать ни в коем случае нельзя, было протасу, здесь ему нужно копить обязательно их, так как нужна группа, хорошее сопровождение для шаттла, иначе печаль беда. Так, часть гидры здесь дома остается, но это, наверное, зерк будет просто пытаться подрезать гейт, гейт не так просто подрезать, потонко выдает здесь не слабо, но зерк ждёт рейнджа и с рейнджом попытается подрезать гейт, но уже к этому моменту, вот он уже готов, ривер выходит, патрончики заказаны, ривер подползает ближе, лучше его, кстати, не демонстрировать лишний раз, баф по гидралиску, ещё раз баф по гидралиску, зерк вообще пока не контролит, это ошибка со стороны зерка, три гидрала, три патрона, три гидрала, пять гидралов, четыре патрона, зерк вообще не заметил, что ривер по нему стреляет, это просто фейл, курабан, по лимиту 66-46 пользуют процесс, но это стандартное начальное преимущество, так что-то сек попросил, какая раз агрессивная БВ, как и во втором старт графте, всё зависит от стиля игры, нету агрессивной расы, есть агрессивные игроки, можно пассивно играть протасами и агрессивно, можно пассивно играть зергами и агрессивно, можно пассивно играть тиранами и агрессивно, в том числе, но в любом случае какие-то особенности есть, да, то есть так же, как и во втором Тарграфт примерно такие же зерги, то есть они более такие слабенькие юниты, более мобильные в основном. Тираны немножечко по-другому, то есть там био только ТВЗ было, ТВТ, ТВП всегда мех игрался, ну, в ротсов разных много стилей, кто прилетает в шаттл, посмотрите, с двумя риверками начинается харас, если грейд на дэмэдж риверам, нету грейдаут, это ошибка нужна, ну, шаттлом сначала делается, а потом уже грейд на риверах доделывается, хорошо здесь прилетел сейчас Дивал, риверы опять же разгружаются, зачем они так вот разгружаются, просто не понимаю, это отдача просто двух риверов нету, одного ривера в шаттл чуть не отдал, но не отдал в итоге, здесь же есть люра 60 на 94 полями, то есть ли свитч, да, есть свитч уже в гейты, соответственно, есть свитч в шторм, вот, карпоны будут, здесь пилончик пробивается, чтобы выйти, так тут не только пилу надо пробивать, здесь еще надо пробивать, вот, и потомку одну, как минимум, а то и две придется пробивать, третий нектус запиливается сейчас, шаттл летает, попусти его на харассить идет, хорош просто, здесь залпы такие парабам проходят, смачные прямо залпы, вот эти мне нравятся залпы, на мейн сразу полетел, еще три дрона подбревает в итоге Дивал, ну, минус шаттл, вот, и все, харасс на этом закончен, но и так дзергу было очень больно, на самом деле, после этого харасса, сто четыре лимита, просто 66 зерга, 40 почти разница, 30 рабочих на 54, да, вот здесь нужно две потомки, как я говорил, пробивать, еще пилон, смотрите, как, и пилон поставил так, что, а нет, здесь драгуны могут выйти, но архон здесь не сможет выйти, конечно, но архону здесь особо и не надо выходить пока, здесь две потомки, три зелка стоят, зелки смувом, потом сейчас тушь доделывается, нужно подводить сюда армию, часть, так, часть тупо, топоедрит сверху, потомки, сейчас будут готовы, есть ли шторм, хороший вопрос, шторм только заказан, нет шторм, шторм забыл просто вовремя заказать, эта ошибка, сейчас без шторма он просто спас, уходи, шторм, нахуй кинул, и все, без бюро, минус 3, бюро, пилот, и все, без бюро. Захтал так нагло тоже давит, не знает, есть шторма или нет, Это всё равно в наглую наверх лезет. А был бы шторм, зерк был бы уничтожен. Здесь что-то драгуны стоят, смотрите. У просто всё разбежалось. Зерк сюда наверх пытается зайти. Просто что-то разбежался, а в сервере есть. Но шторма нет, нечем помочь, прикрыть. Минус Нексус уже отдаёт просто Нексус в итоге. Нужно разобрать хотя бы здесь так далее руку. Смотрите, здесь юнитов-то много. Пошла атака, здесь углы стоят. Что-то половина армии забыта. Всё, наконец-то обнаружил часть армии. Взял Протас. Контроль в свои руки. Здесь гидролюра новая добавляется. Немножечко перемотаем сейчас. Пилончик их нужно добавлять. Стосаплайблок будет. Третий Нексус пытается в другом месте Протас заказать. 1-1, кстати говоря, грейды. Вторая атака делается. Здесь тоже 1-1 у Зерк. И делается так. Вторая атака делается. Эволюшн есть второй. Да, 2-2 делается. 2-2 гидролюра. Сырк очень сильная. Так, штормы пошли. Штормы очень даже неплохие. Но достаточно ли будет этих штормов? Ведь другуны без прикрытия. Ой, по люре, по гидре. Ещё штормы. Зерк вообще особо тут не сплетел, не контролил. В итоге штормы проходят просто на ура. Люра сливается. Гидра сливается. Зерк вообще в хлам сливается. Ротасу всё больше и больше другунов, кстати, становится. В чём-то штормовиков пока он не сливает вархонов и правильно делает. Почему? Пусть они энергию накопят, но уж штормы покидают. Тем более, вторая атака есть. Гейтов 7 здесь и 1 здесь. 8 гейтов. Работает Нексус. Запилен с двух баз. Выдвигается просто наверх. Есть один Дарк с этой игре в миксе. А нет, ещё вторая атака не доделалась. Ещё-то оверы летают. Эти оверы пустые. Куда они полетели? Ныкает просто, что ли? Дробчика вроде и нету. Кто-то полетел с 7 оверами. Здарк не пойму. 139 на 83. Протс бегает около своей базы в атаку идти, пока не пытается вообще. Ну что-то бегает, проверяет. Копит 150 лимитов. На таких лимитах просто уже влезем. Мне надо действовать. Жертв настроит хайвы, настроит тёмные стаи всякие. Там лингом грейды наделает адреналины. И будет уже тяжело биться. Так, гидроден нам и нефотнюс. Ну, снова у нас с девалок. А что этот гидроден дает? Дарк ступит. Здесь лингов начал лезать. Тут овер готов. Дарк минус. Ещё одного дроу изобрел. Так, Тарсара или Таракома, руку на имущеку. Третий некто всё-таки добавил. Выдвигается. Ну что это за бомжегруппы, извиняюсь. Это один контрол. Где остальные-то юниты? О, кстати, контрола показываются зергов. Иногда это работало. Вот это прикольно. Раз, два, три, четыре. Вот это всё законтролить. Только четыре контрол нужно, чтобы вот эту группу законтролить. И то не всё. Бродсовские контролы не показываются пока. Да, иногда в репках сохранялось, что чьи-то контролы можно законтролить. Ну всё, просто всей армии уже такое ощущение в центре гуляет. Но она какая-то странная, небольшая. Сторм очередной пошёл. Штармы очень за счёт на входе. Да, шторм это 110 дэмэджов в первом Старкрафте. Это очень серьёзно. Каст. Но пол армии ушло куда-то наверх. Не пол, а точнее часть армии ушла. Он куда-то наверх зачем-то. В итоге просто здесь тоже разваливается. Непонятно. Замечает, что ещё у одного все штурмяка есть энергия. Выкидывает шторм. Вбивает оверов. Как будто бы здесь есть дарки. Дарков здесь нету. Странный момент. Здесь спотоночка загрызается. Выходит зергом. Что тут 21? Как лев дерётся? Давай в топ-16. Надо попадать на отборочную. Сейчас тут чё там всякие дайши какие-то непонятные делают. 2-1 за ряды укроп. Здесь два армора уже есть, между прочим. Сторм очередной пошёл. Смотри, гидральис какая-то слижает. Больше было странно. Белки бьются. Драгуны бьются. Здесь у нас линга гидра по центру бегает. Хайф готов. Уже адреналин, правда, не готов ещё пока. Так, линги. Вот гидра 2-2. Линги 2-0. 0-2, точнее. Нужно делать бы. Третий армор заказан. Коготь первый заказан. Зерг сейчас разживается понемножечку. У него уже технологии. Там же здесь один ревочок есть. На третьей базе пролетают. Корсары проверяют. Находят вверху базу. Так, перемоточка пошла. Что-то беготня какая-то идёт. Сейчас Протс берёт. Плюс прирост. Идёт в центр. Гидральис работают. В принципе, нужно как-то, как-то нужно подраться Протсу нормально, пока Зерг не накатился, пока он лингов не грейданул. Второй армор готов. Третий армор. Странно, Протс вообще атаку не делает. В первом Старографе ещё очень странно. И, как по мне, решение абсолютно неверное. Потому что, если бы лингов он по атаке опережал, это всегда. В втором не так работает, как в первом. Если бы сейчас было не 2-2, а 3-1 гораздо эффективнее. Ну, здесь бы Зелки дрались, везде бы всё эффективнее дралось. 172 лимита. Идёт в верхнюю базу всё-таки шатать всей армии. Можно было несколько Зелков сюда поспать всю армию. Ну, всей лести не стал. Несколько Зелков, Драгунов отрял. Зерг пытается отбить здесь, подловить. Протсу пытается. Люра копается. Апсервера своего заштормил, но шторму хватает на Люру оставшуюся ещё. Протс занимает позицию здесь сверху. Вперёд идти не собирается. Пока нужен Апсервер сюда, срочно. Апсервер выдвигается за подножки. Чтобы вывести всё это дело. Здесь 4 Зелка осталось. Так, ну что, Упс прилетел. Люра, кстати, вся зелёненькая. Здесь врыв идёт на дальнюю базу. Лингами. Шторм против лингов. Уходит Зерг. Сразу же понимает, здесь ловить нечего. Здесь Питер шумяка, здесь Зелки. Дарк стоит. Протс сверху обходит. Этот район Люры Зерг вообще не контролит. Не видит, что Протс ушёл. Пытается сделать... А, блочит Протсу вторую базу сейчас. Ошибка здесь рабочая отдаётся. Здесь Протс идёт. Люру убивает на халяву. Вот он. С лунами и делками. Зерг приводит лингов. Ультра уже приходит. А вот ультра и линги против драгонов вообще замечательно. Драгуна хорошо по ультре бьют, но по лингам плохо очень. Поэтому в таких миксах, естественно, тяжело миксать. Хотя вот сейчас Протс просто фокуснул ультралисков и отконтроливает. И тут вступает назад. Кстати, погодите. Третья атака готова. А, здесь вторая Пожа. У него третья атака и делалась, кстати говоря. Вообще мне показалось, армор делается. Третий армор сделался. И то, и то. Две Пожи. Вот в чём прикол. Двух Пожи игры Дэлл. Ну, это хорошо. Три-три игры Дэлл – это хорошо. Драгунами контролит. Поля обязательные тоже. Здесь, естественно, как во втором Старкрафте нужно их делать. Здесь Дарк приходит. Люру начинает срезать. Нужно не дать ей отступить, если Зарк захочет отступить. Дарк не хочет отступать. 170 на 80. Просто Люру контролит. Как-то вообще очень жёстко. Два Люра пытаются увести. Куда-то драгуны бегут. Ну, куда ты бежишь-то соединись-то с основной группой. Драгунами отступил. Всё, сейчас выходит основной группой. Здесь ещё Архонов можно слить. Три штуки, чтобы Родс не делали. Архонов всё больше и больше становится. Шесть штук их уже будет. Четвёртый Нексус спокойно добывается. Третий добывается. Здесь всё кончилось. У Зерга баз меньше. Зерга на трёх базах живёт. Может, просто Родс тянет. Это Угру на самом деле затягиваю. Давно пора как-то было разобрать Зерга. Это же не просто всё сделать, но 4 в 3 базы. Уже точку давно можно было поставить. Угру ставят в итоге точку сейчас. Штормит, правда, сам себя. Есть Ривер в шаттле. Не дропывается. Дропнулся, когда уже всё погибло. Уже патроны жалко тратить на этих лингов. Здесь пятый Нексус занимается. Здесь четвёртая хата. Нужно заходить. Другой нет. Нет, не забывал. Причутся. Гэгэй, Вича-Дзерг всё-таки дожал. Гэгэй, Вича-Дзерг всё-таки дожал. Гэгэй, Вича-Дзерг всё-таки добыча. Вторая игра этих игроков. Кстати, к тем, кто говорил про счётчики и гейминг. Может, конечно, там осталось что-то ещё, но... Уже у Пептара прохождение началось, но людей всё равно 750, как бы, походу. Поэтому теория эта совсем не подтвердилась ни хрена. Так что я думал, что полная шляпа. Ну да не суть. Хата пошла. Вторая. 8 дронов на 17 пробок. Но здесь врыв на муве идёт, естественно. Если Зерг начнёт прогрызать эти храмы, для этого это, собственно, просто там и держит пробку. Здесь линги пытаются пройти просто полный провал со стороны Зерга. Это настолько провал, что даже я не знаю, что по этому поводу сказать. 18 пробок. Готов Нексус. Третий Фатонг. Всё, Дизилог пробку всё уже прикрывает. Зерг всё ещё лингов мастит. Я думаю, что это ГГ сейчас будет в итоге. Скорее всего. Попытка нагнать пробку. Блин, Зергами с мувом не может пробку поймать. Но это совсем уже провал. Как с Зергами играть эвакурусивно в лотвии. Так же, как и в воле, так же, как и в фоцине. Не надо глупых вопросов задавать. Так, здесь что-то линги бегают. Так, что-то линги взад-вперёд бегают. Всё новое и новое копятся. Ну, это Зерг такой реально. Вот это во втором Старкрафте. Ладно, иногда можно реально применять, так наказывать. Делать, как бы сгрызали. И здесь же всё зависит от процесса, от обороны. Зерг реально, как, ну, печёвую тему сейчас абсолютно делает. На девяти дронах масс-лингов стрелуха. Прямо процессу, у которого уже есть застройка. Дрифт от тонкий. Это настолько провал или не провал, что прям, я не знаю, я уже жду, когда нападёт Зерг. Ну, может, процесс вперёд пойдёт. Конечно, процесс сейчас уже просто чаш будет и плюс один. Тогда уже даже он сам просто может с зелками в центр выйти и всех лингов просто уничтожить. Ну, пошла атака со стороны Зерга. Очень много лингов атакует. Зелки отходят назад. Три потонки стреляют. Это просто шинковка идёт. Места. Зерга. Зелки сами говорят вперёд, там уже выходят. Зачем, не знаю, просто лучше вперёд. Но вперёд Зергу ещё не получилось. Фаржу хочет прикрыть. Кстати, Фаржу очень важно прикрыть. И ещё даже Фаржу не добил. И всё-таки добивает в итоге Фаржу. Гэ-гэ, пишет. Умри, Фаржа, умри. Упади, Фаржа, упади, говорил он. Фаржу. Фаржа, умри. Упади. 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 Так, сейчас запилим следующую демку. Перепрыгиваем там часть, чтобы все устремить. Клантелл вроде вайфу и он зерк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, здесь у нас газ, застройка у тиранчика делается. Зерклингов добавил. Через пул первый играл, кстати говоря, с тираном очень странно. Через тираном через пул первый, это вообще как непонятно. Здесь прокси факта, кто в БВ играл голосовалку запилить, но я не знаю, если кто, если есть, там в ЗИК или кто-нибудь попросите запилить. Давайте сейчас я запилю, пока, смотрите, как построится сам, тогда уж так уж и быть. Голосуем. Потом результаты посмотрим. Факта перелетает. Это будут гультурки на мейнинг зергу. Здесь... КСМ-ка стоит, потому что здесь проход есть на самом деле. Ага, гультурки с мейна плюс фрайты. Интересный билд, на самом деле, очень такой. Вультурка проезжает, начинает наваливать дрончиком просто замечательно, но окружили следующую вультурку. Готова новая. Ну, контролец, ладно. Сейчас уже контроль начинается со стороны тирана. Это контроль на патруле. То есть ты на патруле разворачиваешься, атакуешь. Так, паузу поставил. Блин, патруль просто на... Прошу прощения. И в райты полетели. Но в райтами нужно смочь гидралов минуснуть. Тогда только удачно будет подраться. В райты прилетают. Они, кстати говоря... Так, в райты-то прилетают. Оверов надо сбивать. Вот один из них висит, например. Раз в райт, два в райт. Овер минус. Овер минус. Да, овер минус. Здесь еще оверы заказаны. Начинает уже дронов атаковать в райтами тиран. Очень медленно они это делали. Дронов все-таки добил. Нужно контроль. Нужно стэк в райтам делать. А чтобы сделать стэк, нужно КСМ-ку за минералы запилить. Заказан инвиз в райтам. То есть нужно оверов поминусовать. Ну, не надо на гидрала прилетать. Очень непонятные вещи для меня сейчас тиран делал. Просто он идиотские вещи просто сейчас делает. Под двумя гидралицками оверы сбивать? Зачем, блин? Скопи ты в райтов, блин. Да ну нахрен. Вперед ставлю скорость быстрее. Все, в райтов кулак отдал. Уже больше нечем. Не для чего инвиз-то уже делать. Смысл уже делать. Вот здесь полудохлых один в райт и второй. Муталиски прилетают. Все, в райтов закантрил. Зерк гидрой отбился. И спайр в это время сделал. Прилетел на муталисках. В райт в инвиз уходит. Ну, пошел в инвиз. Да, можно попытаться нагнать муталисков. Что и делается с игре в райтовом тиран. Ну, муталиски ушли. В итоге смысл угнаться я не вижу. Так, здесь гидролопарку убивает бы немножко. Можем муталиски не помочь. Муталиски новых пока не строят. А не, пару добавляют муталисков сюда. И переходят рабочих добавлять. Здесь у тиран. Тиран собирается био пропушить еще. То есть на стимпайке, на ренже. Плюс в райты нет возможности перейти в ЦЦшку. Вторую никакого. Выход от тирана идет. Муталиски еще летают. Отдаются. Один муталиск слился сейчас. Ну, под мариками в райтами муткой летать не надо точно. 55 тирана. 40 зерга. Плёточки, саночки добавляются. Две уже есть. Так, оверсмун. Так, марики заходят. Муталиски контролят. Есть гидрал. Муталисками минус в райты. Муталисками минус марики. Все, провалилась атака. 40-45 по лимиту. 10 ЦЦшки как не было, так и нету в итоге. Попытка фокуснуть овера. Овера зафокусил. Нужно пару сразу выводить. Вот суть инвиза. Оверы фокусим и в инвизе атакуем. Вот суть в райту в первом Старкрафте. Муталиска все больше и больше. Туреточка сейчас минус будет. Мариков зерков гоняет. Контроль мутки очень хорошая. От ювы зерков сейчас идёт. Минус ЦЦшка в итоге. Отменил тиран, я вижу, на 30 хп. Последнюю секунду. Талиски продолжались летать, напрягать. Ну, зерк не без потерь дерётся. Муткой тоже теряет талиски. Так, в райты атаку. Сейчас муталиски прилетят. Это в учебнике ссылки. Мне кажется, какой-то бред. Либо фотошоп. Либо там в школе учителя работают. Или где они работают. Потому что таких авторов на кол сажать надо просто. Так что это всё хрень мне кажется какая-то. Так. Райты всё ещё напрягать пытаются. Муталиски пытаются нагнать. Так просто в райтов не нагнать. Ну, тирана ЦЦшки как не было, так и нету. Ещё-то рабочие стоят. Как же затянули. Они игрой тут просто. Просто жёстко. Здесь триллера. Все здесь вперёд перекапывают. Сноучка у зерк. Так. Пошёл вперёд тиран. Муталиски, блядь, сейчас. Вы радиейте. Поконтролил. Немножко зерк. Ну что, муталиски полетали. ЦЦшку ставят. Радиация 250 где-то снимает ХП. Сгуска 2 есть Валькирии в Лотве. Как раз таки теперь уже. Ну, называются они не Валькирии, но они ещё эффективнее, чем Валькирии. Потому что они по земле держатся. Люра копается прямо в мариках сейчас. Очень такая опасная была, конечно, врыв Люрой. Но вот если б не сверху Люра не подошла, это бы развалилось бы. Но сверху вовремя подошла. И тиран всё-таки дожимает в итоге тирана. Ну как же долго они как же бьются. Так, еле отбил всю эту ветеранскую базу вторую. Люра подкапывает. Люда на второй базе проблема. БСН-ки пытаются уйти. Конечно же сделать этого не могут. 70 на 30 уже более метод. Линги убили танк. Люру можно и можно ближе подводить. Стрижок туда не подходит. Уплень странный. Люра падает. Новые линги заходят. ГГ. Наконец-то ГГ. Слабенькая явная игра была сейчас. Со стороны этих игроков. Поэтому сконцентрируемся на игре наших товарищей всех ребят. что-то мне не понравилось совсем. Давайте посмотрим как маст бьётся. Хотя ТВЗ она всегда такая необычная была. А это видео. Катхеография. А это ПВПшечка, кстати. Обратите внимание. Посмотрим. Маст. ПВП. Чатик интересный. Так, здесь что-то пробок много заказано. У Маста. Что он, Нексус собирает ставить? Нексус первый от Маста пошёл на 40. Так, здесь пробок Сипеон. Зачем? Хороший вопрос. Приходит пробка. Обнаруживает Нексус. Здесь Кейт строится. Форжа пошла. Так, приходят Зилки. Сейчас две штуки. Вот какого-то длинного никнейма. Хат, Хавей, там что-то там. Ну, здесь пробками Маст дерётся. Минус Зилок раз. Второго Зилка пытается пробка минуснуть. Пока он пытается минуснуть Фатонку. Ну, Фатонку Зилок, кстати говоря, минуснёт. Фатонку отменять. Но пробки-то в это время Зилка минуснули. И пробки минуснули ещё пробку оппоненту Маста. Фатонку нужно, наверное, ещё одну заказать. Одной как-то маловато, мне кажется. Ещё Зилок строится. Здесь Манер Пилон. Вот здесь пробка купит. Она ничего не делает. Это нужно направить обязательно на Пилон, чтобы она просто пилила. Потому что она бесполезно стоит сейчас. Так, здесь Зилок Зилком бьётся. Робка помогает Зилку своему. Неплохо помогает. Но он и так, кстати, выигрывал бы. Фатоночка сейчас доделается. А с Фатоночкой уже здесь нормально что-то будет. Зилок, правда, её начал бить очень робко. Но потом всё равно выигрывает. Но КФ мало останется. Фатоночка выигрывает. Здесь Зилок убивает Зилончик в итоге. Один Зилок по рабочему. Но рабочему Манер Пилон начинает. Не даёт покуснуть рабочего. Зилок в итоге погиб. Ещё две, подонки. Три будет. Нужно ставить сейчас кибернетку. Пробка как не помогала Зилка, так и не помогает. Это ошибка. Так. А здесь Робо, кстати, играет. Риверы по земле, судя по всему, будут. Затянулась чё-то. Игра немножечко. Пробка минус. По пробкам здесь 25, здесь 28. Уже и 2. 2. Никто добывается. Робо Бэйс. Зачем его здесь ставить? Можно на мэне было бы поставить. Не знаю. Так. Здесь кибернетчика готова. Ну посмотрим, что этот прокси Робо Бэйс может сделать. Вообще. Слончик ещё пошёл. Пришёл масс на разведку. Ну хотя, кстати, сейчас бы разведывая, заметил бы тогда, что здесь строится, что там Робо Бэйс. Здесь ответная Робо ставится, но более поздно. Здесь тоже Ривер почти готов. Здесь только Робо строится. Очевидно, что можно будет приползти. Но если Ривер без шаттла, то ему очень тяжело пробить здесь, на самом деле. То есть, Ривер должен быть шаттлом. Так, пополз номер один Риверочек. Второй чуть не заказан пока. Апсервинг. Как чёрту апсервинг нужно Ривера ещё делать? Но решил чисто одним здесь контролировать у нас товарищ. Вот, посмотрите. Риверы они всегда тупили. То есть, если фотонки нормально в линию стоят, вот у Ривера какой-то тупёж был. То есть, его рейндж позволяет сюда достать. Но он почему-то с холда не стреляет, а с оклика вот так вот происходит. Смотрите, в первом Старкрафте многие юниты так тупили, на самом деле. Вот почему шаттл очень важен. То есть, шаттл он прилетел, привёз, запилил. Ну, короче говоря, здесь масс точно отбивается. Это уже очевидный абсолютно момент. У него уже Робо Бэй, у него 4 гейта. Здесь просто нечем продавливать всё это дело. Ну, хотя новый Ривер выходит, сейчас ползёт по нему вперёд. Здесь плюс 2 гейта, потому что 4 гейта с одной базы. Ну, как бы, да, можно было прокормить. Но если строить Риверов, заказывать и 4 гейта одновременно заказ делать, то тогда не хватит ресурсов. Тут Ривер тупит сейчас белый процесс. Почему? Потому что он с неправильного направления Ривером атакует. Вот эта вот неровность ему мешает, в принципе, что-либо здесь делать. Ему нужно вот отсюда Ривером заколзать было. Здесь есть фатонки. Всё, масс Ривера попустил. Всё, под фатонками сидим, бьёмся. На хайграунде одна фатоночка очень хорошо тут стоит. Сейчас Ривер будет ответный просто, и всё, уже ничего не сделать. Не знаю, тренируется ли масса сейчас или нет, но... Наверное, да. Барабам уже жесть. Ну, боевого левита может поменьше сейчас. Вывел Драгуна вперёд. Сейчас Ривер ещё. Давайте вот здесь тоже контур Ривера, я бы сказал, есть. Хорошо ботилку сейчас щелкает. Вот Драгунух аж щелкает. Попытка фокуса Ривера идёт. В ответочку патрон. Здесь Ривер тоже подползает. Короче, оба сливают всё. Посмотрите. Просто практически всё. Ну, для белого-то это фейл, потому что у Никсуса нет, а у Маста Никсус есть. ГГ, Ре. 1-0 Маст. Ну что, вторая игра, поехали. Так... Уже фиолетовый маст и оранжевый, не знаю, кто вот это вот, чей никнейм. Ну что, здесь гей добавляется, здесь тоже гей, а, здесь второй гей, через два гей, а маст через гаст играет, гаст играет, гейт кибернет, но второй гейт надо запиливать, драгунов строить и на контроле просто зелков отбивать, либо два зелка драгун, такой стиль тоже может, в принципе, не было поработать, только побыстрее, рейндж нужно другу нам делать обязательно, зелок вперед пошел, билончик нючка задержался, ну, топлай блок вообще не в тему, не нужен, пробочка пытается наверх уйти, ушла, кстати, пробка наверх, возможно, мы увидим фаржу сейчас застройку, но маст на хай граунде оставил пробку одну, билончик запилил, здесь пробка приходит и что, зелок с зелком, плюс драгун, простите, помогаете, сейчас отдача зелка оранжевым игроком сейчас просто-напросто происходит и рейндж уже, так что потомки уже даже, собственно, и не в карте, пошел пилон, не вижу смысла, пилон вот этот стоит таким образом, что маст просто не видит сейчас, что происходит, смотрите, ну, практически рядом пилон находится, два зелка еще приходят, но здесь есть зелок, здесь есть драгун, просто расконтролим сейчас и все, на мой, нужно атаковать, стрелять по зелкам, убивать им поля, здесь фаржа, да, на хай граунде пытается запотонить, но зелок пришел, зелок спалил пробку, уже смысла нету в этом потоне никакого, и в итоге драгунами с рейнджом просто маст убьет, скорее всего, оппонентство, только пробками нужно зелка принимать, и у нас все будет хорошо. Все, три драгуна вперед идут, здесь уже даже фотонок, наверное, не успеет оранжевый построить, ну, зелок за пробкой гоняется, это бессмысленно, пробка зелка спокойно уходит, лучше пилон вот этот выбить, просто толку будет больше, драгуна берет, бегут вперед, пока бегут, переморчику ставлю, здесь просто фокус с потонкой сейчас, рейндж есть, и все, эта кг-шечка пробка запилена, с делками драться я не вижу, сколько потонки достроили, ну, решил мастерками подраться, это ошибка, я считаю, сначала потонку фокус не надо, а потом уже драться с делками. Контроль, контроль так себе, нужно драгунов вообще не подставлять, нужно просто кайтить, отходить постоянно и стрелять, ну, расконтролил зелков, ну, здесь уже фотонки достроились, и уже драгунами не пробить, просто напросто нужно больше гораздо драгунов, ну, можно с риверами это сделать, например, зелок выбил фотонку сверху, здесь уже, ну, сейчас шаттл просто робу бэй ставить, и все нормально в итоге. робу бэй пошел, конечно, просто убивать, идти, здесь только только кибернетка доделывается. Сейчас, кстати, драгунов 7 плюс зелок, вот этими семью драгунами плюс зелок можно зайти на мури, просто одну потонку впускнуть вторую, и все, ну, решил мастер, что зелка можно отдать, просто нужно сейчас, ну, это ошибка контроля просто была. Строются риверочки, не знаю, будет ли два ждать мастер, с одним полетит, судя по ресурсам, наверное, с первым полетит, я тоже с первым, на самом деле, не летел, второго смысла ждать нет, против фотонок, тут уже юнитов много накопится, лучше с первым ривером поконтролить драгунов достаточно на рейнже, и сейчас, просто перед драгунами до риверпом. Вот здесь до фотонок нормальный, собственно, здесь три патрона минус две фотонки, великолепно. Минус еще одна фотонка, ривер отгоняем, сейчас назад, попытку впускнуть ривера неудачно, вот драгунам зал, пошли, драгунов ривер вообще жестко сливает, здесь три драгуна, там в окружении пробок оказывается, пробок можно фокуснуть, пробок фокуснул, гай-гай-ляй, это изи 2.0 просто от массы-то сейчас было. Very easy 2.0! Остается совсем немножечко с четвертого дня у нас, и можно будет пятый постремить немножечко, пятую неделю. Я думаю, завтра еще, может быть, завтра же GSL нету, кстати. Можно завтра перед турниром под названием Keep Better Race Wars, завтра постремить немножечко первого Старик. Может, самому покатать ладер, не знаю. Может, самому покатать ладер, не знаю. Так, а че такое-то? Как это законтрить-то? Не понял, а что это было такое? Так, SPX против Зараки. SPX это наш игрок. То ли из Екатеринбурга, то ли из как-то откуда-то оттуда, не помню точно, уже говорили недавно, я уже опять забыл. Сам я не раз с ним играл, первый StarCraft. Нет, БВ играть не буду, это исключено. Здесь вторая депошка, ЦЦ-шка будет сейчас запилена, до Марика, кстати говоря. Ну, КСМ-ки строятся подряд. Причем, наглую снизу, прям, очень наглый билд такой. Ну, хотя, бункер будет запилен, все нормально. Два дрона, два линга строятся сейчас. Позволь. Позволь. Ну, КСМ-ка разведывает. Линк, конечно же, нагнать не может, КСМ-ку. Второй газ добавляется сейчас с Эргом. Очень, кстати, такой ранний второй газ. То есть, это будет спайр с двух хат ранний, по сути дела. Спайр на шестой минуте, даже раньше, чем на шестой. А, нет, это здесь третья хата макро есть, прошу прощения. С трёх хат спайр. Это не самый ранний спайр, но заказ муталисков можно... Ну, это кривой тайминг, на самом деле. Я помню по билду, который Андроид Димаги объяснял. Там на шестой минуте заказ муталисков шёл. Димага всегда делал так, что на седьмой минуте у него шёл заказ, а у корейцев на шестой просто. При том же количестве муталисков, что самое интересное в первом Старкрафте. Андроид объяснил, как этот билд делать, и потом Димага научился его делать. Симпатчится сейчас в SPX. Приходят марики. Линги прибегают, разворачиваются против лингов. Бой принимает. Лингов убил. Но плётки доделываются, они же санки. И так, нужно дронов... Да, дронов хорошо, фаербатиками дронов. Сейчас прессует SPX. Хорошая такая атака получается. Фаербатик из плётки бьются. Марики на стиме там с рабочими бьются. Фаербаты против плёток не так эффективны прям. На шести хп выжило. Что ты будешь делать? На шести хп выжило. В итоге пробрить не получилось. Но хоть несколько дронов убил и то хорошо сейчас с SPX. Но три хаты дрона по дронам достаточно. Здесь туреточки пошли сразу же у SPX. Плюс два барака добавляется. Те Академия, кстати. Вот она Академия. А, ну рейндж... Это без рейнджа была. А так, соответственно, марикам и без рейнджа. Здесь линги врываются в мариков. Марик, как контроллер, SPX лингов подрезал. Бункера нет. Он у туреточки готов. У туреточек надо больше. Почему-то, потому что с 3-х от муталиска где-то штук 9 вперёд полетит. Просканил мейн. Увидел, что мутка вылетает. Туреток добавляют. SPX вообще минералов не жалеет. Вот так и надо делать шмуталиски. Муталиски хорошо с туретками дерутся. У туреток кривой дэмэдж по мутке. Надо больше добавлять. Флешей 10 туреток не стеснялся. Правда, бункера здесь нет. Тяжеловато будет. На мейне здесь 2 туретки. Одна на продакшене. Тоже побольше бы добавить не мешало. Ещё плёточек заказывает. Санки они же. У нас Zerk и Switch в люру пошёл. Так, до заказа ещё вошёл. Откуда Android научился? Был ПГ тур, был IC-кап, там корейцы были. Там можно было играть. Пусть после WCG он, ну, знал. Сидит, там, типа Сена, игроковый парейцы тоже тренинлся. Не знаю, тренировался ли IC-с от стока. Я думаю, что-то не тренировался. Хотя, я не знаю, после какого. После какого-нибудь WCG, типа, одного WCG было, там, где WCG с X-ом бились со Stork'ом очень-очень долго. И Stork отдавался. В группе, потому что WCG слил. И отдавался. Потом, потому что он второе место очень хотел занять, чтобы на своего корейца не попадаться. Ну, потом его вынудили всё-таки первое занять. Но... Там грамотный круг отдач был в итоге. Вот. Идёт вперёд у нас ИСПХ. Муталиску подрезает. Одна у нас хорошо дерётся. Зерк хорошо муталисками. Очень контролит. Ну, ИСПХ больше пока. По лимиту здесь танк. Скоро будет готов научное судно заказано. Мареки выдвинулись практически к... к санкам. Сейчас ещё часть Мареков подаёт. Здесь один люр всего, на самом деле. Это немного. При хорошем контроле, тем, что ей здесь у тирана, можно просто разобрать всё. Вот ошибка тиран. Тиран не делает грейдов. А, вот первая атака готова. Кстати, видите, лингов разобрал всех. Вот сейчас просканить, увидеть, что здесь один люркер всего, и просто убить можно пойти. Так, танк приходит. Танк криво встал. В провале этот контроль. Ещё и давай танка отдадим. Не, ну пока не отдаёт танк. Здесь у нас SPX танк рассиделся и начинает убивать санки. Одна санка минус, вторую сплэшем задевать. Здесь два люра на рампе есть. Нужно бы их закопать. Зерк зачем-то их берёт вперёд. Понимаешь, здесь напряжённая ситуация. Мареков мутались, конечно, подрезать. Второй танк приехал, кстати говоря. Здесь прирост уже скопился и... Так, люркера новые добавляют. Гидра выходит, гидра отдаётся сейчас. Сзади два люра копаются. Прирост ловить криво закопались-то. Прирост в другом месте будет. Научное судно приходит сейчас. А вот к научным суднам можно уже очень неплохо здесь против люры биться. Так, Мареков отходит ближе. Танки птичат. Мутались, попытаются танки подрезать. Ой, какой ужасный контроль. Муткий просто всё слил. Сейчас всех мутались. Зерк поломился вперёд. Пытаются наломиться. Тиран проблевается с Мареками. Ге-ге. Красавчик. ССПХ подловил оппонента своего. Здесь продакшен усилился. Ну, конечно, косяков много. До заказа нет. Там 900 накопилось. Но это что-то более-менее. Какой-то контроль Мареками. Что-то предыдущие все... Я пока ещё ни разу от тирана на этом туре не видел контроля Мареками. Когда он нормально Люру Мареками разбирает. Хотя это для хороших тиранов обыденное такое явление было. Там с матрицей разбирать. Или просто грамотно сплититься. Здесь же в основном всё просто... А клик и все Мареки сливаются. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ 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 ЗВОНОК ТЕЛЕФО Так, да пушка рядом с СССР-шикой пошла. Овер залетает сейчас. Нет, боксер. Времена боксера. Боксер, конечно, легенда, Старкрафт и все дела, но в то время уровень очень слабенький игры был. После боксера было столько тиранов, которые там в разы лучше играли и против люры контролили. Причем даже были 7 и про тираны, не про. Например, Алис Цепирос такой был игрок, и у него реплеи выкладывались, а про реплеев найти было невозможно, только воды. Ну, из каких-то левых турниров. И вот этот Алис просто там такие чудеса контроля творил. У него летало просто научных суден больше контрола, там штук 15, ну, там, или даже 12. И просто они одновременно, казалось, как во втором Старкрафте, как будто у него все там кидается не разными, а там просто разные кнопочки он жмет, я не знаю, он облучал все просто идеально, там, уничтожал, там, с матрицы. Это, ну, жесть была, конечно, что он творил. Да и не только он, многие там и на флотнирах, да и надо, вот, из тоже олдскульных он там просто чудеса контроля творил иногда. Так, вультурка раскладывает сейчас двух лингов SPX и пытается протолкнуть вультурку. Это, кстати, трик такой интересный сейчас будет. Вультурка заезжает. Да, сейчас, оп, поехала. Не туда, криво проталкивал сейчас, нужно заново становиться. Ну, вот, на самом деле, один-два раза не протолкнул, уже можно забивать на это мероприятие, потому что, ну, вот, второй раз хорошо вультурку протолкнул. Посмотрите, это интересный очень баг. Вторую, если протолкнет, двумя вультурами уже, в чем прикол двух вультур? Одна вультура с трех ударов рабочего Зергоска убивает, а две вультуры с одного. В чем суть? В том, что одна вультура, пока КД выстрела идет, раб успевает один хп отрегенить, а две вультуры за раз убивает. Тут уже отчаялся вторую перекинуть нормально здесь тиран и поехал вперед. Пусть-напросто одной вультуркой. Ну, все равно вультурка это тут поубивало, кстати говоря, трех дронов уже, насколько я понимаю. Линги выходят. Лингами вультурку невозможно убить при нормальном контроле. И даже гидрала можно на патруле расконтролить на начальной стадии вультуркой, потому что рейндж вультурки больше, чем рейндж гидрала без рейнджа. Я уже рассказывал, как андроид тренировал стратку, который он должен был два гидралиста расконтролить вультуркой без рейнджа. И если этого не происходило, то он считал, что это не удалось. Здорово, Фулл Горыч. Минерал Вог это тоже баг рабочий. Вот такой вот. Ну, он грамотный. То есть, то, что было багами, придало Старкрафту вообще свою элегантность какую-то и свою крутую тему. Реально. То есть, эти баги были скиловыми. То есть, без этих багов бы не было бы того скилла. То есть, это баги, которые потом, наоборот, их... Ну, то есть, они только в плюс были. Так. Попадает сейчас зерк. Зерк решил не муту играть в люру, а тиран решил играть в мех. И как раз таки это для зерка совсем невыгодно. То есть, баг Минерал Волка рабочих перенесен во второй Старкрафт, как уже не баг, а как часть физики, собственно говоря. Что в одной точке рабочие ездят все. И стэк муты это баг, как бы, но стэк перенесен во второй Старкрафт. То есть, это такие темы, которые родились со скиллом просто игроков. Вот некоторые темы были запрещены, а эти разрешены. Такие, как вот боксера, хитрая вот эта тема, когда он закапывал у Минки, ставил союз с оппонентом. А можно союз самому поставить, как бы, да, было. И он заходил на Минки, он отключал союз, и они просто бабах делали с разных сторон. Вот это потом делать запретили сразу же боксеру. Он на одном турнире это показал. Это просто говорит о грамотности игрока. Да, здесь начинает камни пробивать. Причем люра слэшевая, и храмы вот эти пробьет заранцы. Ну, а некоторые баги, наоборот, со временем появлялись. Ну, то стэк применять только через, там, десятки... Не через десятки лет, но в седьмом году в первый раз Жувайзерк его сделал. А Старкрафт с 98-го, ну, почти через 10 лет Старкрафта, как бы, он это сделал. Так, галиапчики здесь встречать. Муталиска люра, заходите. Эти муталиска тоже добавил в итоге зерк. Ну, молодец. Так, здесь нужно отойти. Очень плохо галиапы дерутся с мутой. У них тоже бунута нет. Вообще не бунута. Они по мутке не бьют, заявлено, к своих двадцатку демиджа воздушного. Они бьют десятку только. Ну, а самое главное, к генеральной линии не дал подойти сейчас. СПХ отгоняет мутку. Танк нужно брать. Скан еще пошел. Все, люру нужно прогонять. Не должен туда Вольтург зайти. Но нужно ожидать на таких картах. Ожидали врывов таких, на самом деле. Так, туречка пошла. Нужно третью ЦС-шку занимать. Сирану сейчас у него мех. А с мехом ЦС-шка третья обязательно нужна. Так, здесь что-то мутали скилинги. Стоят, пытается зерк опять ворваться. Люра полудохла, а она регенится. Но она медленно, естественно, регенится. Бесполезен, понимает это зерк. Прекрасно отступает. Четвертую хату уже зерк занял. Ну, кстати говоря, против меха. Зерк обычно очень жестко маселся рабочими. И быстрее выходил в четвертую базу. Пятая уже пошла. И хайк. То есть на 11-й минуте это все происходит, соответственно. На 12-й. Потому что тиран очень пассивен. То есть мех, он как и во втором Старкрафте, примерно такая же схема. Мех пассивен. Поэтому зерк халяет больше. Тиран третью ставит. Но это минералонли база. Можно вот сейчас отгородить вот эту, занять снизу базу. Вот ошибка, что грейды как-то медленно делает. У нас можно 1-1 быстрее гораздо было сделать. Так, идет еще вперед. Танк изберет. Понемножку двигается. Вот сейчас тиран может сделать что? Просто точку сбора сюда поставить. Прийти танками, пробить этот храм. Зайти к зергу на хайграунд своим мехом. И вот что нужно. Нужны дефайлеры. Потому что темная стая, она неплохо работает против меха. Но минки работают против темной стая. Поэтому ультур нужно добавлять. Тиран сейчас и делает. Гряды у зерга нулевые. Это плохо для зерга. Конечно, тиран тут что-то ходит вперед. Тупит. Приходит. Да, вот сейчас вот храм просто пробить можно. Но тиран решил, что он уже просто на муве будет проблевать зерга, насколько я понимаю. 113 лимита зерга, 137 тирана, танки сидятся. Подходит SPX уже практически во второй базе зерга. Зерг добавляет муталесков. Сейчас 15 штук становится. Хочет пробрить с воздуха, кстати говоря, голиафов и разломать. Кстати, голиафов 14. Муталесков больше, чем голиафов. Это очень хорошо для тирана, естественно. Причем не все голиафы здесь. Нужно новых добавлять. Уже чисто масс-вультура начал строить. Так, здесь голиафы-вультура заходят на четвертую базу. Есть здесь плетки. Санка одна, но санку можно разобрать. Где муталески все летают? Вот они здесь летают. Танки едут, вультурки едут. Танки стоят. Здесь помогли голиафу разобрать санку. И ультуры здесь уже справляются без голиафа. В итоге линги ультур не очень хорошо убивают. Талесками пошел в размен. Ну, это ошибка. Нужно зергу сейчас было просто выбить в центре тирана. У него здесь абсолютно недостаточно голиафов. Голиафов всего 10, а муталесков 15. Муталески сидит здесь не плохо пока разваливают тирана. Но тиран может сейчас подорваться. Пойти, например, зерга на второй убивать. Или не будет он это делать. Отступит. Так, здесь муталески напрягают. Но хату они очень долго убивают. Поэтому, я думаю, долго будет справляться там со всеми этими делами. С делами в ультурке. Естественно, зерга ее отобьет, эту хату в перспективе. Вот у нас уже дефайлер ходит. У него 200 нерит. Он весел на стае может поставить и уже с ними разваливать. Муталески здесь все еще прессуют. Тут 95, 147 по лимитам в ультур уже. О, 10, 6 и 11 убийств. Это очень много. Еще линги приходят. В общем, лингов-то в ультур вообще разбирают. Главное, сейчас одна пропустилась. Тиран идет вперед. Прессовать сейчас темная стая будет. Допилена, да. И после темной стая уже линги вот это все дело прогоняют. Вообще жестко очень. Так, выманилась темная стая. Тиран все это делал. Нужно в ультурками минки новое ставить. Иначе можно быть пробритым на самом деле. Муталески отбиты вообще. Муталесков 12. Где они вообще? Они возвращаются домой. Боится зерк, что его сейчас будут убивать. Кстати, можно в темную стаю встать. Голиафами мута не будет их атаковать просто. Видите, в чем приход. Но Голиафами можно кайтить муталесков. Муталески все новое-новое добавляются. Голиафы теряются. Танки с флэшем бьют по темной стае. Но не афти прям жестко. Попадают. С прямым дэмэджем они не попадают. Отошли девочка назад. Голиафы. Гидра идет на танках. Сливается. Но по лимиту становится ближе. Уже гораздо ситуация. Здесь минус гидрал. Голиафчики новые приходят. Только с приростом. Здесь Тиранцет игре прогоняет своего оппонента. Ну так напряженно. Четвертая выжила. Но не добывается. Вообще никак она не добывается. Это очень плохо. Танки сизжатся. Музы миг. Но у овера что-то заблудились. Полетели вперед. Есть ли дефайлер. Есть ли дефайлеров. Вообще не осталось. И это для зерга смерти подобно. Союз ставится отдельно. Есть вижен. А есть али. Вот здесь только вижен. А еще когда в игре. Это просто репка. Есть еще али. Можно поставить али в первом Старкрафте. Но не поставить вижен. Вот что там фишка с минками. Али дает то, что ты становишься союзником. И твои юниты на автомате не атакуют. Оппонентам. Но вижена при этом не даешь. Это про боксера минки. Старые. Но это минки. Это очень давно было. Без овера стэк мутки невозможен в первом Старкрафте. Она не будет в такую тучу собираться. Так. Линги бегут. Сфлэш. Проходят. Вот я говорю. Только сфлэшем. Только сфлэшем. Пробреваются. Вот это все дело. Вот. Смотрите. Один линк. Его не убить. Это темная стая. Это такая жесть просто первого Старкрафта. Линги идут вперед. Голиафы танки отдаются. Люркер один здесь есть рядом. Нужно отступить немножечко назад. Прирост выдвигает. Все. Четыре танка плюс Голиафа. Храм пробит. Можно спокойно наверх зайти. Но здесь четыре плетки ставят. Четыре санки. 116 тирана. Он пытается держать здесь оборону. Зерга 72. Зерга пока отстает. Четвертую начал забывать. Между прочим. Тиран ошибку делает, что ничего туда послать не хочет. На четвертую. Так. 1-1 сделал. Грейды может продолжать делать, но не продолжать. Тоже очень большая ошибка. Есть дефайлеры. Дефайлеры темную стаю еще ставят. Но нужно дальше еще ставить. Естественно. Зергу темную стаю. Но вот он бежит, сливается. Пока ее нету. Это ошибка. Пошла темная стая. Подходит Люра под танки. Нужно сразу сваливать отсюда. Что и делает тиран. Можно на четвертую попробовать ворваться. Но лучше вот этой группой блочить. Подводить прирост. И уже вот этими юнитами, например, сюда ворваться. Забрить. Здесь всего 2 гидрали. Скорбультур, например, достаточно для того, чтобы это сделать. Чтобы дефайлеров пробревать, можно построить научных суден. Пару. Ну, несколько штук. Среди. Там. Ну, газовый тиран, просто, наверное, не хватает. У него 3 базы. Всего из которых 1 минералон. Минус Люра. Флагу не кинуть, потому что мало слишком чумовиков. Нужна и темная стая флага. А в данном случае, чтобы держаться... Вот, приехали ультуры. Пробрели четверть. Чтобы держаться, нужно темная стая в первую очередь была. Но флага тоже, конечно, очень неплохо решала. Если на эти танки кинуть, то беда. Ну, что, 2-0. 2-0 SPX. Молодец, что могу сказать. Ну, что, из четвертого дня. Последний, кстати говоря, сейчас последний матч. Там, кстати говоря, вот этот матч лидеров пока что по пятой неделе по статсу. То есть, там это лучшие на данный момент игроки, насколько я понимаю. Нет, ход Киев БВ нельзя менять никак. В этом и прелесть была. А, это ЗВЗ, что самое интересное. Лидеры из Эрги, получается. Ну, поехали, ЗВЗ посмотрим. Реплеи игры отыграны. Часть игр в субботу позапрошлую, а часть в прошлую. Ну, вот сейчас в следующую субботу шестая неделя будет отборочных. Поэтому я хочу первые две постримить за сегодня. Завтра еще, кстати говоря, завтра же GSL не будет. Поэтому завтра я, наверное, постримлю подольше перед этим. Перед плей-оффом, последним днем, KB Trace Wars турнира. Ну что, мув заказан здесь, мув заказан здесь. Бакуруй продолжает газ собирать. Здесь тоже продолжается газ. Сейчас оба двумя дронами продолжают собирать сейчас. Линги бегут наверх. Один на разведку, один сейчас к оппоненту. Мув делается примерно одновременно. У синего чуточку пораньше мув будет готов. Пытаются линга принять. Синий законтролил. Обратите внимание на АПМ. О, 400 АПМ. Нифига он там этот труд от ЦЗ жмет. И лэйр пошел. Все, лэйр заказан, но все, еще два дрона продолжают газ эти собирать. И здесь лэйр делается. Лэйр вообще одновременно практики. Но видно, что одинаково развиваются, значит, игроки сильные. Чуть-чуть муты линги. Да, помню это ЗВЗ. ЗВЗ редко, но иногда бывали ЗВЗ даже часовые. Всегда ЗВЗ. 99% игр и даже 99, наверное, и 9 десяток из всех в Старкрафте сыгранного второго. Ну, не 9 десяток, а 9 и 5 десяток, наверное, были в лута линги. Но некоторые игры получались с гидрой. Некоторые игры получались с... Там даже ультралов выходили. Были такие игры тоже ЗВЗ, когда игрок с тремя лингами убивал игрока, оставшегося с мутальством. Почему же линги быстрее, чем лута, двигаются? И элиминейт он просто делал там. Одним лингом подгрызет, прибежит. Вторым подгрызет, прибежит. Пока они регенятся. Ну что, посмотрите, казалось, коричневый сейчас прибежал и должен прям запрессовать оппонента, убить. Но нет. Выдержал прессинг у нас Труто-ЦЗ. Часть лингов, два линга на забегание посылает. Здесь все новые и новые линги строятся. Спайр заказан. По спайру Труто-ЦЗ выигрывает немножко. Ну, вот это типичное ЗВЗ, достаточно высокого уровня раньше было. То есть, на очень слабых экономиках линги бегают. Кто лучше подрался лингами, тот и молодец. Бейлингов нет. То есть, именно линги с лингами дрались. И выход спайр. Ну, то есть, там, либо с коржи. Но с коржей крутые зерги сбивались. Грамотным контролем уже от трех муталецков. Начиная, можно ваншочить. С коржа было и так и делали обычно. Все, приходит коричневый зерк. Наломывается. Вот здесь вот у синего гораздо грамотнее линги дрались. И дождался он плетки за счет этого. Принимает лингов коричневого. Разваливает очень неплохо. В итоге 19 лимита на 14. У рабам здесь 9 у коричневого. Здесь 10. Ну и все. Муталецки за... А, нет, с коржей пошли. С коржей. Да ну, какие к черту с коржей. Ну, понимает... Почему с коржей? Потому что сейчас все очень слабо контролят, как я понимаю. И поэтому именно заказывают с коржей вначале. Вот против Джей Донга в свое время. Вот такой вот заказ с равными по таймингу спайерами с коржей. Это сразу ГГ было. Почему? Потому что трех муталецков он строит. И если с коржей вот не прям здесь висят, что прям мутку сбивают сразу. А на подлете 3 муталецков выходит. Он делает стэк. И все. Он как бы уже с коржей без потерь сбивать начинает. Так, здесь синий приходит. Лингами своими. Пытается утром на минуснуть. Минуснуть не получилось. Сейчас все-таки минуснет. Но лингов всех слил. По рабам. Здесь 8. Здесь 10. Как и было. Ну, здесь никто рабочий добавлять не будет. И копит мутку сейчас. Что у нас с коржей-то? Так, где с коржей вообще? Нет, с коржей нет, а не оверов. А, он оверов, наверное, с коржами бы сбивал. Но тратить газ на такой стадии ранее на оверов тоже не очень. Какие игры в каком году были? Эти игры были... Вот эти игры были неделю назад. Чуть больше недели дней 10. А сейчас я еще другие потом буду стримить. Были они 5 дней назад. Даже не 5, а... Да, 5 дней назад были. Вот. Выходят линги. Здесь 20 лимита. Здесь 26. У синего все гораздо лучше. Есть пару с коржей. По муталискам. Здесь 4 штуки. Здесь 2 штуки. Конечно же, коричневое встает по количеству мутки. Это очень важно. Еще и 2 скоржа здесь есть. То есть, мутку можно просто не отпускать. Мутка лингов пытается здесь выбивать. Нужно что-то делать. Здесь вперед, я не знаю. Зря муталисков отпустил коричневого. Надо было с коржей туда послать вперед. Стэк есть, стэк есть. Здесь коржи делаются. С коржи все новое и новое выходит. Нужно с коржей разобрать. Причем, вот с коржами в такой ситуации лучше не в одном муталисково врезаться, а в разных абсолютно. Вот начинается контроль против коржей. Вот на стэке. А знаете, в чем суть была стэка против коржей? Тоже через патруль это все контролилось. И когда ты муткой разворачивался с коржами, был такой баг, они немножко назад отступали и потом вперед шли. И как раз на этом-то моменте все это убивалось. Нужно было под правильным углом просто контролить. И, ну, это всегда получалось у грамотных зергов. То есть, это тяжело, очень тяжело было, конечно. Поэтому сейчас вот здесь синим унеси-то получилось стэк. Вот, вот, вот. Вот, видите, ту-пят, скажи. Вот сейчас один все-таки попал, но двух отконтролил, тем не менее. Ну, вер, молодец. Нет, финала этого нет с моими комментариями. Я стремлю эту Ригу, потому что меня Кирилл Русбрейн попросил ее постримить, как бы. Вот. Ну, а я ему не мог отказать. Почему бы, что он меня и по поддержке топ-1 он, как бы, да и вообще давно его знаю. Уже. Да и самому интересно было посмотреть, как в БВ сейчас играют. Но те лиги, которые в будущем будут по БВ, которые идут сейчас, они идут. Я, если будут финалы, например, этих лиг не совпадать с чем-то, с утром со второго Старкрафта, я буду стараться их стримить в прямом. Записи каких-то старых не планирую стримить, смотрите, мутка наваливает сейчас рабочим, минус рабочий. Здесь уже семь дронов остается. Здесь у синего 12, это ГГ, а здесь синее изи отбивается. 1-0. Нет, я в БВ не играю сейчас, зачем мне было играть, если я во второй Старкрафт даже не играю в данный момент. Ну, ЗВЗ редко бывало, долго в первом Старкрафте, а в основном это от 6 до 10 минут всегда было. Редко там, когда больше 10, а больше 15, это уже вообще просто невероятно, там уже 150 лимита мута или-то она просто. Ну, начало ямочка ускорим. Так, Труток ЦЗ красный, зерк Бакуруй, зерк серый, Бакуруй начиная через овер был первым, то есть пул газ после овера дронов 10, здесь пул газ до овера, то есть дронов 8. И здесь все пораньше будет в итоге. Ну, там да, как бы мута стека от стрела идет, то есть ты улетаешь от скоржей, чик-клик сюда, мута начинает назвать, что он сюда, и на патруле как бы уже раз-два, и третье уже ты атакуешь в этом направлении скоржей, все как бы, они тупят, отшагивают, и ты бьешь, я помню, что там, ну, я-то особо с эрками не играл, не задрачиваю его, ну, помню, пробовал так делать, да, там, как бы, контролить. Лучше-то был, корсарами примерно такой же контроль был. Ну что, линги красного бегут сейчас к серому зергу, здесь мув заказан, хатка заказана, но чем-то похоже на второй Старкрафт, здесь мув будет раньше гораздо, и за счет этого можно как раз-таки подловить, хаты не будет, но уже лейер делается, то есть будет спайр с одной базой. Такие, да, были билды, спора нету. Ну что, сейчас линги без мув против лингами с мувом будут, и лингами с мувом красный сможет попытаться как-то развести оппонента своего. Здесь пытается выйти серый позицию, себе выгодную занять, позицию тяжело ему выгодную занять, лингов новых достраивает, абсолютно правильное решение. Хатку тут уже на муве, кстати говоря, хатку прислуют у нас трута ЦЗ, линги дотекают, дотекают, лоб драться не может за счет того, что тут лингов больше фактически. Два линга проходят насквозь, сейчас на разводик пойдет, можно будет дрона попытаться подбрить, но сейчас уже у серого мув тоже будет, кстати говоря. Так, здесь только-только лейер заказа, очень поздний лейер, а здесь уже готов. То есть сейчас будет спайр 200-200, где здесь он за пулом, наверное, будет, я не знаю, или может минеральные прям линии заказа, нужно его аккуратненько ставить. Здесь контакт произошел, самый прикол, что красному нельзя не строить лингов сейчас, ни одного дрона нельзя заказывать, почему? Потому что иначе здесь две хаты и могут просто пробрить на муве лингов, серый может пробрить. Так, красный видишь, серый к нему забегает, красный идет в контратаку, спайр, да, пошел в том месте, кроме я предполагал, а здесь линги плюс дроны будет, оборона, соответственно. Хочется санку поставить, а, это санка пошла, сначала санку ставят и, так, а бвшечка-то зачем? Не знаю, зачем бвшечка, но бвшечка тоже ставится, красный забегает лингами в контратаку, здесь лингов очень много приходит, дроны плюс линги, оборона идет, санка готова, санкой проще будет обороняться, дроны с теком сейчас купят лингов, они танцуют, тусинг идет конкретный, и красный в это время сам дронов просто бреет, и это 2-0 в пользу красного. Посмотрите, как развел, ну, мне нравится, это уже уровень игры такой, хороший более-менее, почему? Потому что за ошибки наказания идет очень все четко, быстро, без всяких купежей, туда-сюда беганий. Ну все, здесь дронов остается сколько? Ноль! Гай-гай пищит бакурой, потому что здесь дроны остались, и спайр заказывал, вот такие вот дела. Развел, развел, дронами дома затупил лингов, отбился через минераллог, как он наискосок минераллог, делал свой газ, либо же во вторую базу. Причем в первом Старкрафте нельзя минераллог сделать без вижена, минералов было, в отличие от второго Старкрафта. Ну это лидеры, это лидеры пока что отборочных, собственно, вот этого турнира. Ну а я сейчас загружу, уже пятую неделю будем смотреть. И как раз-таки один из участников предыдущего матча сейчас будет биться. Кстати, помните, что у меня группа ВКонтакте есть в описании с К2Т и Гудгейм, она присутствует, вступайте туда. Продолжение следует... Запись там уже выложена. Так, Чики Бум играет против Бакуру, это тоже, кстати, ЗВЗ. Ну что, ЗВЗ поперло, ну ничего не поделаешь, будем смотреть. Продолжение следует... Что, чуть-чуть перемотаем, линги заказаны, это Бакуруй, который только что проиграл Труто ЦЗ, ну Труто ЦЗ реально круто отыграл. АПМ, кстати, у Бакуруя вообще 75, посмотрите, он вообще такой не АПМный товарищ. Здесь у нас Санка пошла сразу же у Чики Бум. Санку отменяет, передумал, здесь уже вэйр делается вовсю. Передумал, опять заказал, а, более прямо, видимо, заказал ее. Здорово, Култи. Давно не видно, что это ты на Старкрафт забил. Говорят, что-то ты забил. Так, прибегают линги. Шесть штук. Ну, Санка вовремя доделывается, газ не получится отменить. Здорово, мантич. Санка тут, наверное, насовывает линги. Ну, ничего не поделаешь, газ не отменишь. Никак, лейер. Ну, лейер более поздний. Посмотрите, здесь лейер более ранний. Сейчас можно спайр спокойно заказывать. Мув. Погодите, а здесь что с мув? А, ни у кого, мув, нет. Очень странно, кстати говоря. Макрохата пошла. Ну, вот это макрохата с мейнов, ЗВЗ. Это уже прошлый век. Давным-давно был. Потому что спайр гораздо важнее. Более ранний. Вот спайр готов. Тремя уже газ начинает добывать. Здесь товарищ Букуруй. Как-то по-другому никто его явно не почитается. Но не суть вопроса. Так, здесь лингис нет. Здесь спайр тоже заказан. Здесь макрохата и спайр более поздний. А здесь хата на второй базе зато. Ну, ни у кого нет мув, что у меня поражает, если честно. Что-то затишье пока. Х2 скоро сделаю. Сейчас спайры доделаются и затишье кончится. Здесь спайр готов. Мутка А. Да, три муталиска заказано. Со стэком собираюсь ли прям драться? Здесь вот с макрохатой вот мув как раз бы вообще не помешал бы. Ну, здесь, знаете, кстати, здесь газа гораздо больше накопилось. То есть фиолетово больше муталисков тупо запилено. Но здесь газ зато на второй базе готов сейчас. Мутка раньше, поэтому можно оверов поподрезать немножечко. Одного и подрежет в итоге Букуруй. Три дрона на газ на второй базе сразу же пошли. Конечно же, нужно добывать, но нужно и на минералов добавить. Пять дронов минерала добывать. Ну, это, кстати, нормальное явление в ДВЗ в первом Старкрафте было. Два скоржа летят вперед. Их нужно отконтролить обязательно. Что и делать, знаете, со стэком Бакуруй. Вот, да, на развороте. Вот так вот скоржи отконтроливались. Здесь линги уходят. Ну, я вижу, что... Погодите, есть у них скорость? Не понимаю. Нет, скорости нету. Скоро, они без скорости бегут. Так, новые скоржи, новая мутка. Здесь-то с одной базы. То есть, фиолетовому нужно сейчас сразу же бой принимать. Ему нужно пытаться убить зеленого. Почему? Вот скоржей. Смотрите, Бакуруй, кстати, хорошо скоржей отконтроливает. Вообще ни один пока не врезался. И сам скоржей добавляет. То есть, за счет того, что по минералам проседает, рабочих-то мало, добавляет скоржи 25-75, то ли. То есть, когда много газа и нет минералов, то скоржей выгодно заказывать, соответственно. Ну, начинает ловить мутку оппоненту. Скоржи подлетает. Фиолетовый пытается отступить. Фокус скоржей идет, опять же. Ну, мутку-то тут денешь наносим. Скоржи открусил. Ну, два врезаются, скажи, а мутки вообще не остается две штуки. Это ГГ-нчик, да. Чики-бум пишет ГГ. Ну, очевидно, что вот этот билд с макрохатой, он не очень абсолютно. То есть, лучше вторую снизу поставить, через мутку как-то поагрессивнее сыграть. Ну-ка, подождите-ка. А, все, вижу. Вторая игра, поехали. Ну, наверное, это ЗВЗ, и может один, максимум два еще постримлю, вот три, и остальное оставлю на завтра уже, чтобы перед, чтобы отстримить перед... Такие Беттер и Сворс, где будет Блайчик, между прочим, завтра. Я чуть не понял. Что-то на клавиатуре скорость не хочет меняться, странно. Клава-то работает, работает все. А, вот. Что-то не схватывало клавиатуру. То ли, шрифт не тот был. Сам не понял, если честно. Ну что, на Х2 скорости. Вторая игра Бакуру против Чики-бума. Опять же, ЗВЗ. Не у Медуза, предыдущая, Fighting Spirit. Но тут такой порядок карт. То есть, если 2-0, то играется Fighting Spirit и Медуза. А если 1-1 еще, то третий Hard Break Ridge. Я не знаю, на плей-офф будет тоже-то. То есть, всего три карты, получается, отыгрываются. Не знаю, как в плей-оффе будет. Три, не три, там. Посмотрим. Михаил, есть ли какой-нибудь обзор баги в БВ, где можно посмотреть? Я думаю, на Ликвипедии можно почитать. Только это не баги будет, а трики называться. То есть, трики перекидывания там вультурок, рабов, всяких там через минералы, с помощью минералов, там стейки все эти. То есть, это, наверное, все описано. Но в характеристиках юнитов, может быть, в Рудваре, я не знаю. Может быть, какие-то статьи, 7x сайт по Грудвару такой есть, знаменитый. Там, наверняка, что-нибудь есть. Но я не знаю уже, где и что. Не помню, что информация какая. Репс.ру, там, ну, Кирилл, сайт есть, получается. Так, ну что, прибегает Бакуруй. Оранжевые линги просто на муве. Здесь мува не было, посмотрите. А, или без мува. Нет, эти линги с мувом уже, оранжевые точные. Зеленый без мува, он только делается сейчас. Поэтому я бы был на его месте предельно внимателен. Линги грызут Кату, очень быстро они ее грызут, я вам скажу. Сечинг, ничего не поделаешь. Зеленый пришел. Ошибка, на самом деле, от зеленого. Сливает сейчас лингов на развороте. Оранжевый еще раз бой принимает. Лингов зеленому еще раз сливает. Лингов здесь больше. Куда он лезет-то? Отдал все вообще до готовности мува еще. Вот только сейчас, по-моему, мув доделался. Но хата уже падает. И линги... Просто 4 минуты, кстати, линги на линге. При этом все, переход с пайера идет в леер. То есть, ну, вот так вот ЗВЗ бывало, кончалась ошибка и все, одна. Че-то чатик отвалился, не знаю. Че, ребят? Без понятия, я. Ну что, кусочек пирога, он же эдегельчик против НВ Бунит. Это ПВПшечка, поехали. ПВП тоже дико долгими, редко бывали. Пилончик Бунит, здесь тоже пилончик. Будем надеяться, чатик поднимется побыстрее. Не знаю, как сайт работает или нет. Лучше не обновляйте в следующий раз. Так, гейт здесь, гейт здесь. Запилен сейчас. Здесь гейт кибернетка. Здесь через два гейта опенит. На этой карте кросс-риспы, то есть с зелками очень далеко идти. Я не знаю, что бы он не сможет сделать таким билдом. Но вот это все изи должно контроливаться тем, что есть. И для гейчика сейчас. Здесь рейндж драгуна, драгун делается. Здесь три зелка вперед выходят. Кибернетка также еще не заказывают. Два драгуна сразу будут заказаны, естественно. Здесь второй гейт. Все стандартно. Барабан. Здесь 18. Здесь 18. Три зелка идут вперед. Здесь драгун встречает зелков. Конечно, нужно подальше выходить. Почему? Нужно побыстрее начинать демэдж зелкам наносить. Чтобы они приходили уже более демэдж. Контроль идет. Зелок спускает сейчас два драгуна. Знаете, пробкой пытался подблочить. Зелок окружен. Мне очень хорошо нужно зелка отконтролить, отводить и атаковать им. Конечно, драгуна вообще ни в коем ключе подставлять нельзя. Нужно просто уходить и фокусить демэджа, кайтить. Все, отбивается. Три зелка убиты с потерей одного зелка. И все. Да, так и должно быть. Вот это так и должно быть. Новые драгуны заказаны. Соплай блок был в несколько секунд. Соплай блок кончится. Твайлайт пошел. Ага. Хочет Дарков выйти, скорее всего. Здесь не Твайлайт, точнее, Цитадель Адона называлось. Это здание. Аналог Твайлайта во втором Старкрафте. Хочет выйти в Дарков. Эльдегейчик. Здесь это абсолютно очевидно. На этой карте, возможно, так и будет. Ну, кстати, Форта карта такая была раньше и в финале МВСГ 2008-го. Последнюю игру против СВП-шечку как раз я затащил с Дарками. Против Локал Костом. Все, чатик поднялся. Отлично. Вот и Миша здесь. Ну, подобный билд. Но это билд, на самом деле, билд подстройка или билд такой на рандом. Потому что стандарт был робо в PvP, но не всегда играли робо. Иногда нефу сыграли. Вот сейчас робо заказан, например. Да, и скорее всего, робо может быть для ревочков. Просто еще не факт, что Аксевер ранний заказывается сразу же. Поэтому можно попытаться прийти просто на рандомчик с Дарками. Вот и они два как раз таки и делаются. Сейчас плюс Нексус пошел. Но уже, если ты играешь через Дарков, ты уже не можешь биться по ветке. Ну, то есть ты риверов уже не будешь переходить. Ты будешь скорее в Чаш, Шторм переходить. Нет, не в Чашечни, а в МВСГ Кам. Что-то такое в PvP-шечке. Ну что, робо доделывается. Но робо не дает возможности строить Аксевера в первом Старкрафте сразу. Нужно вот, вот обсерватория, это здание. Кстати, Дарки вперед пошли. Спалил Дарков, не знаю. Судя по всему, не спалил Дарков сейчас Бонис. И здесь еще один Дарк плюс один Драгун строится. Приходит, приходит Драгунов. Шесть штук и два зелка, минус три утра. Здесь всего пять Драгунов. То есть, конечно, эти Драгуны-зелки развалят план. Причем они с рейнджом. Некс очень быстро Драгуны проблевают. Абсервер заказан, но он реально поздний. Здесь Дарк начинает нарезать. Может, имеет смысл робо вырубить? Пытается вырубить робо сейчас. Идельгейчик. Кстати говоря, но Минерал Воком грамотнейшим образом. Бонис сейчас красавчик просто. А если бы этого Минерал Вока не было, пробо было бы уничтожено. А в итоге робо есть, абсервер есть. Все, здесь провал. Нексус упал у Фиолетова в итоге, у Драгунов. И синий отступает. Просто ему достаточно сейчас убить Дарка на мэне. Заказать реверка. И здесь изи просто. Оборона получается. Парабам, 26-23. Здесь Нексус ставится. Здесь Нексус был уничтожен. Лаг писет. Нет, здесь Лака не было. Он не мог не бить рабочих. Точнее, дело не в том, что там рабочих бил. Дело в том, что Минерал Воком затусовали Дарков. Это не Лак. Это ошибка контроля от кусочка пирога. Какая? То есть он должен за Дарками был, как за Зеницей Ока в этой ситуации следить. В чем должно это слежение было заключаться? Вот отсюда пробок подвел, кликнул сюда на Минерал, и Минерал Вок вот так вот проходил рабочих. А Дарки стояли здесь. И он их затусил. Если бы он Дарками обошел вот так вот наверх, просто при этом бил бы, то есть просто кайтил, грубо говоря, Дарками, это робо через вот это направление наверх, вот отсюда Минерал Вок невозможно уже сделать. Никак бы пробки не помешали. Да, бы убил, бы выиграл. Ошибся, и в итоге все не очень. Так, здесь фотоночки добавляются. Уровень на турнире абсолютно разный. Пока что отборы еще только идут. Так что нужно смотреть плей-офф, как только будет плей-офф, собственно, и там будет видно уже, какой где уровень. Ну, уровень, конечно, не везде крутой. Прямо здесь реально. Не у всех. Мягко говоря. Так, 65 лимита на 73. Здесь у нас ревачки строятся. Вот сейчас первый будет готов. Вот против такого процесса, который не в робо играет, а через Цитадель Адон можно мувшатву сделать, пошатать реверами, полетать со скоростью. Очень эффективно может получаться. Ну, а здесь нужно делать шторм. Абсолютно точно он делается. И надо было раньше робо добавлять лечо, для того, чтобы шатву штормовиков загрузил и полетел штормить. Вот отсюда облетел. Вот так вот на вторую базу дропаем, минеральную линию штормим. Два шторма могут в первом Старкрафте просто с ног на голову игру перевернуть. Почему? Потому что за два шторма можно штук 20 пробок пробрить просто. Так, ну что, ревочок прилетает. Шторм что, готов? Готов. Но ревочок-то для контроля хорош, а шторм хорош только когда уже атака в лоб пойдет. Так, идет вперед кусочек пирога. Шторм раз пошел. Шторм нужно кинуть. Два. И обязательно нужно успеть слить еще. Здесь штормовичков. Вархона не сливает. Вархона сливать надо. Так, фокус ривера. Да поздний очень фокус. Все, здесь ничего не осталось. Здесь слишком много драгунов. Расконтролил в итоге синие. Здесь архончик минус. Драгуны хорошо по архону дэмэж наносят. Так, здесь сталка. Драгуны, драгунов пьются. Нормально вроде как расконтроливает. Прирост припой. Здесь шаттл вылетает. Штормить уже нечем. Шаттл вообще здесь особо не нужен. Мухзил камни сделал. Тоже ошибка, считаю. Сделал шторм, а Мухзил камни сделал. С мухзил камни можно было лучше гораздо драться. Заходит уже здесь. Банив чуть наглеет, кстати говоря. Но наглеть так не стоит. Так, еще драгуны выдвигаются. Здесь фатоночка. Мухзил камни так и не делается. Плюс один. Плюс гей добавляется. Заказ до хрена юнитов здесь. В гитах пошел очень говтянно. Четыре гита пятый. Нужно лучше шесть гитов поставить. Опять с ревочком приходит сюда Банис. Куда-то ушел... Кусочек пирога. За это теряю просто драгунца. Пошла атака заново. Здесь еще больше драгунов приходит. ГГ. Ну да, здесь вырыв хороший. Плюс прирост достал врасплох. Если бы он стоял по разным направлениям, может получилось бы отбиться, конечно. Да я говорю, не знаю, уровень разный. Уровень разный здесь, но я пока не видел игр, чтобы... Ну хотя вот эти зерги, которые лидеры, хорошо играют. Я думаю, что здесь уровень очень сильно колеблется. От какого-нибудь С, С- даже, наверное, от С- до... Потому что игроков много, до А- где-то. Но таких, чтобы на А, и тем более А+, ну вот пока игроков я не вижу. Я думаю, что по старому максимуму тут А- на данный момент такой левел есть. И то не пас, может, даже Б+. Ну посмотрим плей-офф. Сейчас пока еще нужно всем разыграться, как бы. Посмотрим, что плей-офф у нас принесет. Это еще самое начало, фактически. То есть у нас это пятая неделя. В субботу, послезавтра шестая будет отыграна неделя. Шестой день отборочных. Всего их восемь. То есть еще вот эта суббота, еще две субботы в перспективе. То есть весь февраль, фактически. Ну а в марте уже плей-офф будет. Вот плей-офф и будем смотреть. Ну что, кусочек пирога у нас вот он такой серенький. Серенький какой-то, я не знаю, что за цвет такой даже. Какой-то серо-розовый непонятный. Здесь зеленый протез. Ну что, зелок заказан. Киберит пилончика пока нет. Нужно пилон ставить второй. Здесь пилон тоже второй ставится. Оба через зелка драгунцов начинают, насколько я понимаю. 15 пробок, 15 пробок одинаково идут. Рейдж заказан. Рейдж заказан. Пробочка минус. Потерял кусочек пирога в пробочку. А здесь пробочка уехала. Вот первые потери. Парабам в итоге 18 на 17. Нет, на 18, но что-то завтыкал с продакшеном. Так, здесь 19, здесь 18. Вообще обгоняли, несмотря на то, что пробку потерял. Ну, то есть, очевиден ответ. Зеленый завтыкал баниц с продакшеном пробок сейчас. Два гейта драгунцов, здесь плюс. Ага, четыре гейта прессинг. Это улын. Это улын однобазовый и четыре гейта прессинг. Задача этого прессинга какая? Прийти до готовности риверов, до готовности шаттла ривера. То есть, робот. И продавить. Такая вероятность присутствует. Но если появляется ривер, без шаттла его можно фокуснуть, когда драгунов намного больше. Но если появляется шаттл, там можно отбивать это все. Но там все, конечно, в первом Старкрафте. Даже в этой ситуации, даже если шаттл с ривером есть, все от контроля за ривер с двух сторон. Кто законтроливает, кто нет. Так, приходит здесь зеленый, пытается расконтролить делком с толкерами. Драгунами, простите, потерял своего делка. В итоге, ну, ошибки такие, когда тебя еще пушат с четырех бараков. Но он-то не знает, что пушат пока. Они чреваты поражением, конечно. Ну, в принципе, разменялись там более-менее. Так, бараков все больше и больше. С пилонами что-то втыкает сейчас, кстати. Ну, хотя здесь все строится. Пилончик будет готов, нужно заказывать. Другой ног еще. Пытается еще с зеленой здесь до сих пор что-то прессовать. Вот это ошибка, что он ловится. Отдал драгуна. Убил драгуна, отдал своего. Но здесь-то явно больше. Просто сейчас точку сбора сюда. Чик-чик-чик всеми бараками. Один, два, три, четыре перебираем. Ну, или как забежим. Там у меня с четыре, значит, четыре, пять, шесть, семь. Чик-чик-чик точку сбора сюда ставим. Идем убивать. Но стоять абсолютно нельзя сейчас серому протасу, кусочку пирога. Ему нужно идти вперед. Потому что если сейчас два ривера будет, то тут все, с шаттлом там забей, пиши, пропало. Нормально если контроль, то... Ну, правда, нормальный контроль еще должен быть. Должно это учитывать. Так, заходит серый, зеленый отступает. В шаттле есть ривачок, но он один всего. Дропается. Пошла атака. Нужно подходить к шаттлу, кривачку. Вот как ривер, раскладывая драгунов, заходит. Но драгунов подсплитил. Убил драгунов оппоненту. Драгуны драгунов очень хорошо убивают. Друганы, другана, мне не друганы. Они очень хорошо друг друга дэмэджат. Ну и тут ГГшечка, судя по всему. Ну, подходит просто... Да, ГГ пишет уже, ривер не поможет здесь. Просто пришел, убил в лоб. Как убил. Не врывался всеми в кучу, а просто по одному разводил драгунцов. И так вот получилось, что пробил. 1-1. Ну, такие это аркады, на самом деле. Могло вкатить, а могло бы и не вкатить. Даст по договорочкам. Ну, вот, да, как я и говорил, редко мы эту карту видим, потому что она только на третью используется обычно в игру. Это карта Heartbreak Ridge. И посмотрите, что делает кусочек пирога. Это прессинг зелками, видимо, с двух бараков, потому что в первом Старкрафте редко наблюдал зелки переход сталкеров. Это скорее два барака зелки. Здесь у нас разведочка пошла. Проверил гейты, но не доехал досюда, потому что если ставят, то обычно здесь где-то, да. Здесь у нас разведочка заезжает. Один барак здесь. Зелок строится. Сейчас заказываем, где зелок пока не заказываем. Ну, кибернет пошла. Вообще, в принципе, это всё отбивается с контролем более-менее нормальным. От майнер-пилонов ставится свой пилон, уже сюда пилон не впилить. Но можно вот сюда, например, впилить майнер-пилон. Ну что, первый зелок побежал. Здесь тоже зелок будет готов. Ну, нужно что? Нужно с пробкой просто с двух ударов рабочих укусить первым зелком. Всё, что нужно делать. Так, попытка убить пилон. Нет, пилон сейчас пока не убить. Здесь тоже пробки берутся. Ещё зелочек подходит. Вот один зелок берётся здесь. Второй. Второго нужно заводить минералы. Сейчас драгун выйдет, а с драгуном уже можно контролить. Драгуны плюс пробки. Два зелка тут пробками начинают биться, но я думаю, что здесь будет тяжело что-либо сделать, законтролить. Один зелок пробка пилон убивает, один зелок на драгуна. Это ещё делает, чтобы контроль не было чрезвычайно. Зелок и пробка с двух ударов рабочих пьют. Это очень жёстко на самом деле. Здесь пробками законтроливает просто синий крот. И зелок, зелок, тупить начинается идти, а драгун стреляет, пробки его тусуют. Он не может ничего сделать абсолютно. Сейчас и, естественно, разваливается. Отдаётся. Приходит ещё зелок. Здесь пробки отбивают. Убивают зелка. Даже пробка не погибла. Хорош пробками на окружал, в принципе. Уже два драгуна здесь. А даже два драгуна, даже без рейнджа, они хорошо плются. По пробкам здесь ещё меньше до сих пор. Но это у лэнги. И ты далековато стоят, конечно, для того, что-то такое вкатило. Да и в начале зелков не отдавал. То есть нужно было первым уже зелком с пробкой пытаться пробу к оппоненту подрезать. Причём так подрезать, чтобы зелка не могли поймать и потом уже принимать своих ещё двух зелков и тремя пытаться что-то сделать. В драгуна пересажен разум зелка. Его биологически у него только мозги как-то. А так он типа робот в остальном. То есть такой пиво-рубок нет. Но брудлингами например драгуна можно подрезать. Брудлингами можно подрезать практически всё живое или где есть экипаж. Аргонов нельзя брудлингами подрезать. Не знаю. Надземный смех. Так, продолжают идти зелки, но здесь уже реально много драгунов. Паржа заказана. А что толку от этой паржи? Толку нет никакого. Здесь зелок последняя не последняя один из зелков окружается. Бегает кусочек пирога. Не получилось его задумка, ребятки. Не получилось. Ну что, ребят, почти 5 часов. Я на этом думаю, что прервусь. Почему я такое решение принимаю? Потому что завтра днём нечего стримить, так как нету GSL. и соответственно, соответственно, я подстремлю первый StarGraph завтра днём, а потом вечером у нас будет соответственно этот, ну вы поняли, какие бетры и с ворди будут два играть. Вот, сегодня сделаю свои дела, которые нужно сделать. Так что, ребятки, до встречи вечером, соответственно, увидимся. До встречи завтра, точнее, вечером, я не знаю, вечером по обстоятельствам. если смогу, пострелю командную либо если нет, то нет. Запись TLS выложена на YouTube скоро. Всем пока, до связи, встречи.